Эй, всем привет! С вами канал Иероглиф Культурный Код. Я Игроглаз, мы в Израиле уже больше года, живем мы на севере, неподалеку от границы с Ливаном, в небольшом городочке. И сегодня поговорим про репатриантов, про героев репатриантов, про героизм репатриантов, про то вообще что делать, потому что сейчас началась война, и я хочу поделиться своим опытом репатрианта с другими репатриантами, с людьми, которые, может быть, только приехали в Израиль или собираются, вообще что вас сейчас ожидает тут. Конечно, я немножко с грустью видел сообщения в чате репатриантов, в телеграме, в разных местах, то, что многие свою репатриацию переносят на потом, ну, потому что сейчас война, и страшно, и все такое. Но кто-то и все-таки едет. Важный момент, такой, самый важный. Не нужно быть героями какими-то суперскими, супергероями, особенно если вы человек гражданский, если вы не служили в армии, вот, ваша задача в первую очередь, это позаботиться о себе. То есть вы новый репатриант, вы сюда приехали, вам ваша задача устроиться, найти себе какую-то крышу над головой, начать учить евреид, купить все необходимое по списку командования тыла, есть такая организация в Израиле, командование тыла. Эта организация занимается тем, что работает с гражданским населением, говорит вам, где бомбоубежище, если там что-нибудь нет, ну, это муниципалитет, если что-то нет, то надо в муниципалитет позвонить в Ирю, они там что-то починят, если что-то сломалось, бомбоубежище. Но служба тыла дает рекомендации именно, что вам нужно эвакуироваться, не эвакуироваться, купить продукты там на три дня, на человека по три литра в день воды, чтобы было всегда, то есть нужно 20 литров воды на два их, грубо говоря, ну, или там 10 литров на одного человека, чтобы у вас всегда было дома, на всякий случай, это не потому, что вдруг тут, типа, инфраструктуру разбомбят, нет, это просто может пропасть электричество, если пропадет электричество и не будет работать насос, вы не сможете там воду набрать, поэтому лучше, чтобы у вас на всякий случай было на три дня воды всегда. Ну, и, соответственно, тоже продуктами нужно закупиться, на всякий случай, кто знает, насколько война, насколько она долгой будет. Может быть, она будет две недели идти, спецоперация такая, может, она будет месяц или три месяца, никто не знает вообще, даже в Израиле никто не знает. Вот, поэтому на всякий случай тоже закупиться можно какими-то там крупами, рисом, купить себе обязательно, чтобы у вас был дома бинт. Вот у меня сейчас нет дома бинта, у меня сейчас нет дома никакого антисептика. У меня вот есть процетамол, который привез в свое время еще год назад из России, вот, и все, собственно. Поэтому мне нужно сейчас сходить тоже в аптеку и купить себе какую-нибудь перекись, йод, что-нибудь хоть. Потому что вот я целый год в Израиле был, у меня не было там какого-нибудь пластыря, то есть, если я там что-нибудь меня кто-нибудь там поцарапал или кто-нибудь укусил, я просто это мыл и мыл, и все. Ну, ничего, живой. Ну, сейчас вот это нужно, нужно. То есть, нужно в первую очередь купить пластыри, перекись, бинты, какой-нибудь, ну, антисептик какой-нибудь там, карандаш йодовый, что-то такое. И, соответственно, еду. Там рис, макароны, каких-нибудь консервов. Мы вот скупились уже, у нас есть видео на канале Домовенок. Я показал, ну, как бы мы в спешке покупали в ближайшем магазине очень дорогом. Но, тем не менее, купили какой-то минимальный запас. Уже кое-что из этого запаса с голодухи съели. Ну, потому что у нас, мы приехали в новое место. В этом новом месте не работала, ну, сломалась плита электрическая. Мы пять дней совершенно не ели никакого горячего обеда из-за этого. В итоге, в общем, жесткий момент. И в итоге мы начали есть эти консервы. Придется их докупать в итоге. Короче, что я хочу сказать, ребят. Вы, новый репатриант, это самая незащищенная группа населения в Израиле. Поэтому с вас вообще спроса никакого. Ваша задача, то есть, конечно, хорошо, если вы пойдете волонтерить там и как-то будете помогать всем. Но тут на войне такое правило есть вообще в целом, на войне, на любой. Или просто, как бы, с точки зрения эффективности. Чтобы помогать другим, надо, чтобы у тебя было все в порядке. Вот когда у вас будет все в порядке, когда вы устроитесь, когда вы уже, как бы, будете чувствовать уже какую-то поддержку внутреннюю, то есть, у вас будет запас продуктов, у вас будет там все, что вам нужно. Там электрическая плита. Да, если у вас ее нет, пока у вас ее нет, вы, как бы, ну, не можете поесть ничего горячего, это отстойно, да, правда? Поэтому вот вы сначала о себе позаботьтесь, вот, а потом уже можете уже включаться в какую-то, ну, если у вас есть такое желание, потому что все тут добровольно в Израиле, можете уже включаться в какие-то активности. Насчет службы в армии, то есть, у меня тоже какие-то патриотические нотки внутри проснулись, вот, когда я увидел все эти ужасы, которые в Газе произошли, ну, именно, когда террористы из Газа напали на нас. Вот, можно ли пойти добровольцем? Значит, когда вы в целом просто приезжаете, репатрируетесь в Израиль, если вам там меньше 30 лет, ну, там, 27, не помню сколько, вы обязаны пройти службу в армии, если вы мужчина или девушка. Если вы старше, мне 38, например, то, как бы, вы можете в целом пойти на медкомиссию, если у вас хорошее здоровье, вас могут определить, если у вас, тем более, был какой-то за плечами раньше военный, вот, вас могут определить, но вы первые три месяца в армии будете учить еврит, как бы, ну, там будет совмещена подготовка, но вот вас будут учить евриту. Поэтому сейчас, так как сейчас идет война, если вы старше призывного возраста, то добровольцами сейчас просто вас никто не возьмет, то есть люди пытаются попасть, люди пытаются стать добровольцами, просто их не берут, потому что тут, во-первых, перенабор. В Израиле полтора миллиона резервистов, то есть для страны, где население чуть меньше 10 миллионов, полтора миллиона резервистов это очень много, и сейчас был призыв 300 тысяч резервистов, а пришло 400 тысяч, то есть перенабор, потому что люди, даже вот из других стран, люди из Америки сюда приезжают, ну, кто работает в Америке, у них есть за плечами боевой опыт, они сейчас сюда приезжают добровольцами, именно потому что хотят помочь Израилю. Вот, то есть тут вот, как бы, с этим проблем никаких нет, тут, как бы, мобилизацию, грубо говоря, ее, ну, никто даже не объявлял, а уже слишком много желающих. Ну, потому что для такой небольшой по размеру страны 400 тысяч сейчас человек мобилизовался, это огромная совершенно цифра, вот, я уже не говорю про, там, полтора миллиона, ну, нереально, именно с точки зрения протяженности границы, как бы, да, поэтому вы, если вам очень хочется помочь как-то, вы просто не можете сделать это в военном плане, потому что если вы, ну, у вас нет военного опыта какого-то, если вы не служили в армии Израиля, вас сейчас никто не возьмет никаким добровольцем, потому что сейчас идут в армию те люди, которые уже служили, которые знают, что нужно делать, которые знают свое место, вот, в нужном подразделении, и они уже, как бы, их не нужно ничему учить, они уже готовы, они эффективны, сейчас они получают обмундирование, происходит комплектация этих частей, ну, там, управление налаживается, и все, они идут в бой. А если вас брать, то вас, вами нужно заниматься, вас нужно опекать, вас нужно учить несколько месяцев, и это сейчас, как бы, сейчас не до этого, вот, поэтому, ну, вот, если вы уже, у вас есть уже, так сказать, тыл, ваш тыл дома, дома у вас все хорошо, вы устроились, вы там уже учите понемножку иврит, у вас какая-то рутина есть спокойная, тут вы уже можете помогать как-то, а как можно помогать? Вообще, это довольно-таки неочевидная вещь, но один из способов помощи сейчас в Израиле, это заниматься, если вы мужчина, особенно, какой-то физической работой, тут не нужно, вот, если вы там какой-нибудь, ну, я кандидат наук, например, да, и что? Как бы, берешь и идешь, значит, там, грузчиком как-нибудь в магазин, потому что ты этим сильно очень поможешь именно стране и ее экономике, потому что сейчас много сильных мужчин, они отправились, естественно, в армию, соответственно, сейчас нехватка какой-то вот этой вот физической силы во многих местах, начиная с банального какого-нибудь магазина, ну, складов и так далее, то есть логистика, много здесь сейчас нужны как бы люди и рабочие руки, потому что много людей из экономики, из этого сектора вышло, но тут тоже не нужно вот слишком как-то геройствовать спокойно, потому что много сейчас мест других тоже они прекратили работу, да, некоторые, в некоторых местах, вот, соответственно, тоже там люди высвобождаются от трудовых ресурсов, то есть в целом, как бы, нужно именно слушать рекомендации властей, есть даже вот сейчас уже какие-то, составляют списки людей, которые хотят как-то помочь, и, если что, вам расскажут, как это можно сделать, то есть вот распространяют и в Фейсбуке, и в Телеграме, такие списки, только аккуратно, сейчас важный момент такой, то что, так как идет война, не нужно сообщать никаких там личных данных, например, даже такая вещь, как вот нахождение бомбоубежищ, где бомбоубежище находится, не нужно никому это в публичном поле говорить, или какие-то карты там кому-то присылать или выкладывать, почему, потому что, ну, это секретная информация, по сути, потому что никто не знает, что будет, мало ли что, и где там какое бомбоубежище, то есть, допустим, вы приехали, вам нужно понять, где ваши ближайшие бомбоубежища, если вот вы в сельской местности, как я, находитесь в каком-то маленьком городке, это совершенно не очевидно, я не смог найти свое убежище сам, я все обходил, не нашел, в итоге я позвонил в ИРЮ, в муниципалитет, и мне там объяснили, где оно, то есть, вы вообще можете в целом просто пойти в муниципалитет и все, что угодно там спрашивать, вам там расскажут, и если вы хотите тоже помочь, вам подскажут, куда, так сказать, идти, вот, такой момент, при этом важно не перенапрягаться, то есть, ваша задача, как нового репатрианта, не создавать проблем, то есть, как бы, если вы можете помочь, это прекрасно, но самое лучшее, что вы можете сделать, это, в первую очередь, позаботиться о себе, чтобы у вас было, как бы, хорошее здоровье, потому что, если вы вдруг заболеете, вы очень сильно, как бы, вредите, получается, всем, потому что нагрузка на здравоохранение и так сейчас будет большая, поэтому сейчас ни в коем случае нельзя болеть, нужно стараться есть там хорошую еду, есть много фруктов, овощей, и, ну, чтобы у вас в доме там было ни холодно, ни жарко, то есть, не надо сейчас экономить в этом плане ресурсы в плане своего здоровья, да, то есть, безусловно, ресурсы нужно экономить, и если у вас какие-то излишки, там, вы себе раньше могли позволить, там, пойти в какой-нибудь там ресторан и все такое, ну, каждый сам решает, ну, просто, на мой взгляд, сейчас, как бы, не до излишков, сейчас, кстати, многие рестораны и кафешки, они перестраиваются, они начинают, там, организовываются просто кухни такие, и там тоже могут все желающие прийти помочь, готовят еду для солдат, потому что солдаты, они, ну, вот уже на каких-то местах секретных, не будем говорить где, и мы не знаем где, но, в общем, есть люди, которые знают, и они солдатам отвозят еду, поэтому даже в нашем небольшом городке там люди приходят, готовят всякие сэндвичи и всякие другие ништяки вкусные, и солдатам это отвозят, вот, так что в этом плане хороший способ это вступить в какую-нибудь группу фейсбука вашего города или городка или района, и там вот получать эту информацию, тоже такой момент. Дальше, соседи, важно, то есть, даже если вы такой индивидуалист, если вы такой интроверт, мы тоже такие интроверты, и мы до этого так, ну, какие-то с ближайшими соседями мы, конечно, здоровались, но в целом, когда ты как бы гуляешь, ты так сам по себе, и вообще, люди в Израиле тоже, они такие, ну, сами по себе, конечно, есть разные места, есть маленькие, если ты в кибуце живешь, там все друг друга знают, все друг другу здороваются, но если это какой-то, в целом, хоть какой-то город, то там, ну, не везде люди здороваются друг дружкой, вот, но сейчас как бы время такое изменилось, сейчас здороваются все друг другом вот в нашем городе, хотя это как бы не первый раз, вот, и тоже с соседями можно там пообщаться, как-то обменяться с контактами, это тоже полезная, правильная вещь. Вот, следующий момент, кстати, вот касательно бомбоубежищ, значит, в целом бомбоубежищ, они рассчитаны на определенное количество человек, поэтому если вы опять же позвоните в свой муниципалитет и скажете, здравствуйте, я Вась Пуп, я живу там-то, у меня нет бомбоубежища, ну, если у вас нет своего мамада, у нас вот нет, то они возьмут ваши данные, как вас зовут, ваши телефоны, и, как бы, напишут, так, вот эти два человека, там, сколько-то вас, они будут вот в этом бомбоубежище, то есть, люди, администрация, она следит, сколько там, в коем бомбоубежище людей примерно будет, вот сможете тоже, так сказать, сообщить свои данные, лишним это не будет. Вот, так что, как бы, такой момент важный, который я хотел осветить, это вот касательно такого, знаете, героизма, рубашку на себе разодрала, побежала я добровольцем, еще раз, вы репатриант, то есть, вот, Израиль, знаете, тут, как бы, люди, которые тут живут в основном, они уже, у них жизнь устроена, у них все, как бы, под контролем, они тут уже прошли через многое, и у многих людей, как бы, есть возможность брать сейчас и во всю волонтерить и помогать. Вы репатриант, поэтому не стесняйтесь, не тушуйтесь, в том плане, чтобы спокойно устроиться. Вот вы там переехали в какое-то, вот мы сейчас переезжали из одного места в другое, у нас половина вещей, даже больше остались в другом городе, мы не можем их забрать сейчас, потому что, в общем, человек, он не приехал в этот город обратно, потому что он боится туда ехать, видимо, я не знаю. В общем, зависели у нас вещи, и мы, в итоге, как бы, вот у меня сейчас две пары носков, их паучерзи стираем. Вчера подпал под дождь, и обе пары, они бокрые, блин. Вот, поэтому важно спокойно, как бы, свои силы соотносить со своими возможностями. И вот ваша задача, в первую очередь, как мирного жителя, это чтобы с вами было все в порядке, чтобы вы не заболели, чтобы у вас было хорошее здоровье. Вот, этим вы снижаете нагрузку на инфраструктуру, и уже помогаете. То есть, если с вами все в порядке будет, если вы не будете, если у вас там ничего там, вы не пострадаете, то это уже хорошо. Вот, это вы уже сильно помогли. Если вы там панику не разносите, в общем, как-то позитивно смотрите на все именно четко, так вот, то это уже очень хорошо. Второй, как бы, этап, это вот, да, если вы уже устроились, и у вас все примерно так понятно, рутины есть, то, да, вы можете уже брать и помогать, пойти в какие-то волонтерские организации, и, ну, здесь миллион всяких возможностей применить ваши скиллы. То есть, это не обязательно то, что вот вы там идете копать что-нибудь там, траншеи. Но, в общем, траншеи тут вам никто не доверит копать, потому что это все секретные моменты, этим занимаются специально обученные люди. Вот, ну, именно там, не знаю, вы можете, еще раз, если вы новый репатриант, очень хорошая вещь, это физическая какая-то работа, любая, потому что, еще раз, вышло много людей из этой сферы. Вот, если вы, например, какой-то там, не знаю, какой-то творческий человек, есть можно сейчас вот многие мэрии, вот я просто даже в одном городе, в другом видел, они устраивают практически каждый день приглашать всяких артистов, которые тоже устраивают представления, там, для детей, и вообще, чтобы как бы был хороший моральный дух. Вот, чтобы детей не травмировать, что все как бы хорошо, все нормально. Вот, если вы какой-нибудь артист, пожалуйста, то есть можно, ну, какие-то перформансы делать, можно просто идти и делать, я не знаю, там, для солдат еду, например, очень полезная штука, можно, если у вас машина есть, вы можете тоже заниматься какой-то логистикой дополнительной. Вот, вы можете, допустим, тоже, здесь такое движение, люди, многие, ну, это через Фейсбук делается, вы можете взять к себе, например, какую-нибудь кошку или собаку, человека, который вот ушел воевать, то есть такое было. Я видел несколько таких постов, вы можете сдавать кровь, но сейчас хранилища с кровью, они переполнены уже, потому что очень много желающих, в общем, чуть-чуть, фу, не знаю, наверное, возможно, оно понадобится, но тогда про это будут тоже говорить, и вы можете сходить, сдать кровь, это полезное очень дело. Ну, то есть, вот, как бы, это вот такой второй этап для нового репатрианта, когда вы уже стали полноценным таким гражданином, когда вы уже в целом позаботились о себе, о своей семье. Вот, это вот такие основные моменты, которые я хотел сегодня озвучить. То есть, не нужно на себе рвать тельняшку, да, и тоже пусть вас совесть не мучает, потому что вот, вы там как-то не помогаете. То есть, от каждого, Израиль это абсолютно такая страна в этом плане, правильно, тут от каждого по возможностям. То есть, вот у вас есть возможность, вы помогаете, нет возможности, ну вот, устраивайтесь и налаживайте свою жизнь понемножку и постепенно, как бы, постарайтесь хотя бы не вредить никому, это уже хорошо. А вред, это именно какие-то панические настроения, это вот именно повышение нагрузки на инфраструктуру и так далее. Вот, это то, что я хотел озвучить сейчас. Я думаю, все будет хорошо. У нас армия Израиля готова. Американцы подогнали два авианосца. А авианосец это не просто какой-то кораблик такой мифический, непонятный. А авианосец это такая огромная, ну не знаю, это как небольшой аэродром мобильный, да, там сто самолетов на нем. И один авианосец, в принципе, может стереть леса земли одну небольшую страну. А тут их два. То есть, как бы с севера и с востока Израиль очень хорошо прикрыт в этом плане. Но расслабляться не нужно, все равно как бы, еще раз, нужна четкость, бдительность, позитивное расположение духа. Вот. Нужно стараться быть оптимистами. И примерно, знаете, чтобы всегда у вас был какой-то план Б. То есть, даже если у вас есть мамат дома, все равно сходите в бомбоубежище, посмотрите, как там, что, разберитесь, как там, где, чего. Может быть, отнесите туда, не знаю, там, пакет с водой какой-нибудь. Вот. На всякий случай. Потому что фиг знает, что, как. И, ну, сейчас такое время. То есть, мы такие тоже штукенцы, мы индивидуалисты и все такое. Такие сами по себе. Но сейчас такое время, когда нужно таки кооперироваться и с другими людьми взаимодействовать. Соответственно, вступайте в группы. Ваши районные группы, домовые группы, городские группы, в Фейсбуке и везде. Подписывайтесь на всякие новости, чтобы быть в курсе событий. Вот. Я скажу так, что, конечно, по вечерам, когда начинается, особенно у нас на севере, у нас тут все начинает летать, жужжать, и мне становится страшновато. То есть, мне вот, там, часов, типа, в 12 ночи. То есть, я так лежу, и мне страшно, потому что очень громко жужжит вокруг себя. Вот. Но это нас охраняют. Нужно понимать, что это нас охраняют, и это очень хорошо. Но я просто к этому не привык совершенно. И вот, еще раз, это такая большая нагрузка на вашу нервную систему. Это большая нагрузка на ваш организм. Поэтому, еще раз, берегите себя. Старайтесь медитировать, слушать какую-то такую музыку, читать какие-то книжки, которые восстанавливают вашу внутреннюю стамину. Вот. То есть, вам нужно набираться сейчас сил всем, чтобы преодолеть этот кризис. Нам всем нужно преодолеть этот кризис, сообща вместе. Это непростое время. Но Израиль, он все такой же прекрасный. То есть, вот, просто очень помогает, на самом деле. Вот, когда ты сидишь дома все время, это так негативно очень влияет, на самом деле, на какое-то ментальное ваше состояние. Важно почаще выходить на улицу. То есть, не нужно куда-то там далеко убегать, наверное, смотря где вы живете. То есть, в некоторых местах, в большинстве мест, нет сейчас никаких таких ограничений на прогулки. Ходите куда хотите, сколько хотите, когда хотите. Следите за рекомендациями службы тыла. Но, в целом, просто хорошо периодически выходить и просто смотреть вокруг себя, как красиво вокруг, какие красивые растения, птицы поют. И вообще, как здорово. Вот. И это очень сильно помогает тоже регенерировать вашу внутреннюю живучесть какую-то. Вот. И понять, что все не зря. То есть, вот то, что у вас даже какие-то, может быть, сейчас затруднения в жизни как-то все сложнее стало. Но посмотрите, как красиво вокруг. И вот есть за что бороться. Вот. И есть ради чего жить. Поэтому, всем удачи. Давайте писать в комментариях, обсуждать все в комментариях, общаться. С вами был канал Культурный Кот. До новых встреч.